Бодлайн Бар энд Грилл. Инцидент произошёл около 11 вечера по местному времени. В то время там проходила кантри-вечеринка для студентов. Внутри было около двухсот человек. В баре началась паника. Люди разбивали стульями окна, чтобы выбраться. Очевидцы также рассказывают, что нападавший использовал дымовые шашки. «Стрельба продолжалась. Брусили дымовые шашки. Потом разбили окна. Я выскочил из окна. Выбежало много людей. Я никого не видел. Не видел оружия. Я просто бежал. Бежал как можно быстрее». Полиция установила личность стрелявшего. Это 28-летний Иэн Дэвид Лонг, бывший морпех, уволенный в запас. Как сообщается, у него наблюдались признаки посттравматического стрессового расстройства. Однако мотивы нападения пока не ясны. «Я был с друзьями. Я видел, как стрелок зашёл, как подошёл к стойке, будто хотел достать своё удостоверение или плату за вход. Я видел это краем глаза. Потом услышал выстрел. Я посмотрел на него и увидел, что у него в руке оружие. А он продолжал стрелять в девушку за стойкой. Лица не видел, но фигуру разглядел. Он был весь в чёрном. Большой коренастый мужчина под метр восемьдесят. Между тем жители города выстроились в длинные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших. Только у одного из мобильных центров собралось около 400 человек. «Мы здесь, поскольку мы родились и выросли в Thousand Oaks. Мы хотим как-то помочь. Вчера там были наши друзья, и один погиб. Мы узнали об этом десять минут назад. Это ужасно». В стрельбе погиб и сержант полиции с 30-летним стажем. Он пытался проникнуть в бар, однако был ранен и скончался в больнице. В Зимбабве столкнулись два автобуса с пассажирами. Погибших не менее 50, в том числе двое детей. Число жертв может возрасти, поскольку ещё 80 пострадавших доставлены в больницу. Некоторые в тяжёлом состоянии. Авария произошла близ города Русапе, в 170 километрах от столицы Харары. Городской морг переполнен. Он рассчитан лишь на 16 тел. Как сообщают власти провинции Маниколэнд, один из автобусов дальнего следования пошёл на обгон двух грузовиков на участке дороги, где выезд на встречную полосу запрещён, и столкнулся с идущим навстречу автобусам. Оба ехали на большой скорости. Водители пытались избежать лобового столкновения, свернув в сторону, но автобусы ударились боками. «Мне в руку вдруг ударило сиденье. Я не поняла, что случилось. А потом уже выбиралась по мёртвым телам. Какие-то добрые самаритяне помогли мне выбраться на крышу. Везде были тела людей». «Хотелось бы предупредить наших водителей быть максимально осторожными. Страна не может позволить себе терять столько жизней. Каждая жизнь драгоценна». ДТП на дорогах Зимбабве – явление частое. Водители автобусов ездят на большой скорости, чтобы успеть за день сделать больше рейсов, набрать побольше пассажиров и тем самым заработать больше денег. Дорога, на которой столкнулись автобусы, недавно была отремонтирована. Евросоюз пересмотрел прогноз роста экономики еврозоны на следующий год в сторону понижения. В ближайшее время валютный блок ожидает затяжной спад. Как сказал еврокомиссар по вопросам экономики Пьер Московиси, еврозоне угрожает экономическая политика США, неопределенность в связи с выходом Великобритании из ЕС, а также повышение расходов стран-членов с высоким долгом, таких как Италия. «Рост в еврозоне и Евросоюзе в целом в этом году составит 2,1%. В 2019-м – 1,9%. Разрыва больше нет. В 2020-м году этот рост снова немного замедлится. В еврозоне он опустится до 1,7%. В Евросоюзе в целом – до 1,8%. При этом во всех странах-членах будет наблюдаться положительный рост. Это уже стало нормой». Немецкая экономика, крупнейшая в блоке, как ожидается, в этом году вырастет на 1,7%, вместо прогнозируемых – 1,9%. В 2017-м рост составлял 2,2%. По прогнозам, в следующем году рост составит 1,8%. А в 2020-м он опять снизится до 1,7%. Замедлится рост также во Франции и Италии – второй и третий по объёмам экономиках еврозоны. При этом у Рима самые худшие показатели в валютном блоке. В этом году итальянская экономика вырастет всего на 1,1%. Затем каждый год темпы роста будут увеличиваться на 1,1%. «Большой долг, большие проценты, более высокие ставки процента. Все это влияет на государственные расходы. И, как я уже давно говорил, это не самый лучший вариант расходов». Недавно итальянское правительство представило Брюсселю свой бюджет на следующий год. Комиссия потребовала его пересмотреть, поскольку в него заложено повышение расходов, что противоречит правилам ЕС. Однако Рим переделывать его пока отказывается. В этом году книга Гиннесса назначила свой Всемирный день рекордов на 8 ноября. И к этой дате, конечно, подготовили многие сложные, иногда экстремальные, но неизменно удивительные достижения. Рекорды с кубиком Рубика в необычных положениях или местах уже стали традиционными. Этот год не стал исключением. Китаец Цюэ Цзяньюй собрал кубик вверх ногами быстрее всех – за 15,84 секунды. Не осталась в стороне американская баскетбольная команда «Гарлем Глоупт Роттерс», известная многочисленными рекордами. В этом году участница женской команды «Торч» Джордж сделала 32 переворота, пропустив между ног мяч. «Вы сделали 32 переворота. Поздравляю, вы установили новый рекорд Гиннесса в официально удивительное». «Спасибо, я очень рада, что стала первой женщиной «Гарлем Глоупт Роттерс», установившей рекорд Гиннесса. Это большая честь». Абул Буллард из той же команды забросил мяч в корзину с расстояния почти 18 метров, сделав при этом сальто назад. Колясочник Аарон Фатерингем из США установил сразу три рекорда. Он спрыгнул с самой большой высоты, сделал самый высокий переворот на руке и совершил самый длинный прыжок. А в Великобритании художник Ливи Гослинг создал самую большую светящуюся в темноте картину. Ее площадь более 453 квадратных метров. Художник сотрудничает с благотворительной организацией Young Minds, которая помогает молодым людям с психическими недугами. Знаменитый диснеевский мышонок Микки Маус празднует 90-летие. В честь юбилея в Нью-Йорке открылась выставка, посвященная насыщенной жизни мультяшного персонажа. «Мы хотим рассказать историю Микки Мауса от начала и до конца и сосредоточиться на разных событиях его жизни, которые наиболее интересны. Также мы не забыли рассказать о малоизвестных фактах». Днём рождения Микки Мауса считается 18 ноября 1928 года, когда впервые показали мультфильм «Пароходик Вилли». Мышонок появился на свет благодаря оплошности Уолта Диснея. В спешке, подписав контракт, он потерял права на своего первого персонажа – удачливого кролика Освальда. Нового мультяшного героя мультипликатор создавал втайне с несколькими сотрудниками. До 1947 года Микки Маус говорил голосом Диснея. У мышонка также есть возлюбленная – Мини Маус. Над созданием юбилейной выставки работали несколько современных художников и сотрудники архивного отдела компании Уолт Дисней. Экспозиция занимает полторы тысячи квадратных метров. В одном из залов представлена золотая статуэтка «Оскар». Уолт Дисней получил эту награду в 1932 году за создание Микки Мауса. «Очень интересно увидеть первый в мире рисунок Микки Мауса, на фоне которого выставлена статуэтка «Оскар». Интерактивная выставка продлится до 10 февраля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова